Всем привет, на связи Mabu. Mabu это проект, посвященный разработке мобильных приложений. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим об архитектуре MVVM и вы узнаете почему эта архитектура является ключевой при разработке приложений под платформу Android. Также я покажу пример, на основе которого я обучаю своих учеников в обучающей программе Android разработчик за 3 месяца строить правильную архитектуру MVVM и расскажу вам как она строится в случае, во-первых, в случае когда мы получаем данные из сервера и в том случае когда мы работаем с локальной базой данных через библиотеку.ру. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. А для чего нужна вообще архитектура? Это MVVM и вообще архитектура для чего все-таки она нужна в мобильных приложениях? Ведь ни для никого не секрет, что мы можем реально обойтись без всякой архитектуры. Мы можем вообще просто создать без архитектуры мобильное приложение и оно будет функционировать. Не знаю как сейчас, но несколько лет назад, если бы вы открыли мобильное приложение WhatsApp, Telegram, насчет ВКонтакте не уверен, то вы увидели бы полное отсутствие всякой архитектуры. Так для чего нужна архитектура? Архитектура нужна для того, чтобы вы или тот программист, который будет работать на проекте после вас, смогли бы разобраться в вашем коде и смогли бы поддерживать этот проект для дальнейшего развития. То есть архитектура нам позволяет разбить весь код на различные классы, на различные слои с целью правильного понимания кода, с целью быстрого нахождения нужного куска кода и в целом даже в некоторых случаях построение правильной архитектуры ускоряет работу вашего мобильного приложения. Итак, какие паттерны архитектурного проектирования существуют в Android разработке? Это самый главный паттерн MVVM, который используется в больше чем 90% разработки, MVP, MVC и MVA. MVVM это самый популярный подход, который используется почти больше чем в 90% случаев. Как же строится построение архитектуры по MVVM? Все довольно таки просто. Я сначала расскажу, как строится архитектура MVVM в случае, если мы получаем данные сервера, например, с базы данных MySQL. Перед собой вы можете видеть проект, который мы делаем с учениками на курсе Android разработчик за 3 месяца этой тематики, а именно построение архитектуры MVVM, в том случае, если мы получаем данные сервера, отводится целая неделя. Итак, что мы делаем? Мы должны разбить наше приложение на 3 слоя. Data, Domain, Presentations. В слое Data будет происходить обработка данных. То есть, в этом слое мы создаем API-клиента с API-интерфейсом. Также мы здесь создаем локальную базу данных, в которой мы будем работать через Room. Мы создаем таблицы базы данных, то есть, именно классы модели. И что происходит в этом слое Data? Мы в этом слое Data принимаем все данные из сервера, мигрируем эти данные в локальную базу данных и далее работаем уже с этой локальной базой данных через библиотеку Room. То есть, мы берем все эти методы по работе с локальной базой данных и передаем в следующий слой Domain. Слой Domain предназначен для доставки всех этих необходимых методов по работе с локальной базой данных в слой Presentations. А в слое Presentations мы уже принимаем все входящие данные с локальной базы данных, то есть, мы принимаем все эти методы и обрабатываем эти методы в первую очередь в специальном классе ViewModel. То есть, тут происходит вся бизнес-логика, а после этого полученный результат обработки бизнес-логики мы уже выдаем в Activity или во фрагмент, в зависимости от того, как у вас строится мобильное приложение. Вам, для того, чтобы использовать код и результат, то, что результат обработки, который мы производили во ViewModel, вам нужно для этого инициализировать ViewModel в своем активе или фрагменте. Но проблема в том, что ViewModel вы не можете просто так инициализировать, вам нужно передать специальный класс фабрики ViewModel. И даже если вы передадите этот класс в специальные факторы, у вас все равно не будет работать приложение, потому что мы передавали наши методы по работе с локальной базой данных по цепочке. Слои Data, слои Domain, слои Presentations. Там в этом участвуют несколько классов, несколько интерфейсов. Каждый такой класс интерфейс вы должны инициализировать. И для того, чтобы все это не инициализировать, не писать массу кода, придумали инъекцию зависимости. Поэтому в подходе ViewModel мы используем инъекцию зависимости. Для реализации инъекции зависимости существует две библиотеки. Это, во-первых, Dagger и, во-вторых, это Coin. Dagger используется для крупных проектов. В мелких проектах не имеет смысла использовать Dagger. Мы на курсе рассматриваем Dagger в специальном первом бонусе. На неделе, в которой осваиваем архитектуру ViewM, мы используем и осваиваем библиотеку Coin, которая позволяет за несколько минут реализовать инъекцию зависимости, сделать это все намного проще. И просто это Coin, это все наше все, это просто прекрасная вещь. Так вот, мы делаем инъекцию зависимости, и в итоге мы получаем нужный результат, и можем уже работать легко с локальной базой данных, прям с активителей, с фрагмента можем получать данные, можем записывать, обновлять, удалять, очищать, делать все, что угодно. Это случай, когда мы используем базу данных MySQL для получения данных и миграции. Если у нас нет такого задания, как получить данные сервера, и у нас только есть одна локальная база данных, и с ней нужно работать, то тут тоже все намного проще в плане работы в слое Data, потому что архитектура строится в принципе так же, тоже три слоя Data, Domain Presentations, Data, уже здесь не нужно делать никакую миграцию, слои Data мы просто должны создать класс Database Room, класс интерфейс со всеми методами, и нужно создать просто репозиторий, в котором будут вызваны методы, и именно с этого репозитория мы будем доставлять наши методы по работе с локальной базой данных уже в слое Domain. Также этот подход мы на курсе рассматриваем в отдельной неделе, я наглядно показываю, как я в режиме реального времени строю, изменяю проект с обычным подходом по работе с локальной базой данных, с которым мы работаем через Room, делаю из этого обычного проекта проект с архитектурой MVVM. И точно так же, вот такой проект вы можете видеть у себя на экране, мы делаем проект, проект состоит в нескольких вкладках, первая вкладка это панель, в которой мы вводим название категории товаров, и создаем сами товары, в следующей вкладке мы получаем все эти категории, можем редактировать эти категории, еще в следующей вкладке мы тоже самое получаем товары, также можем редактировать и обновлять товары, удалять товары, и в последней вкладке мы получаем товары определенной категории с определенными ценниками, также можем их редактировать, обновлять, удалять, все что угодно делать. Мы этот пример рассматриваем также на неделе, в которой разбираем просто работу с базой данных через Room, то есть локальной базой данных, когда мы работаем через библиотеку Room, а затем я беру этот проект из недели, когда мы работаем не по архитектуре MVVM, когда мы просто работаем с локальной базой данных через библиотеку Room, беру этот проект и на неделе, когда мы рассматриваем архитектурный подход MVVM относительно локальной базы данных, я беру этот тот проект, где не было еще архитектуры MVVM и показываю в режиме реального времени, как из обычного этого проекта сделать проект по архитектуре MVVM. Это очень важно понимать, как это все делается и дают ценные советы. Также в режиме реального времени я даю рекомендации, показываю, как мы работаем с инъекцией зависимости. И вообще, знание архитектуры, это уже считается уровень знаний на middle, это даже не junior уже. Ну хотя junior должен поверхностно знать, но работать полностью должен middle. Именно поэтому все выпускники с моего курса выходят не джунами, а выходят на уровне middle. И мы детально это все прорабатываем, и все мои ученики, они отлично ориентируются в архитектуре MVVM и знают, как и где ее применять, и что со всем этим делать. Поэтому очень важно, если вы хотите быстро и оперативно освоить профессию Android разработчика, использовать только актуальные скиллы, которые нужны прямо здесь и сейчас, а не использовать технику, которая была известна и применялась когда-то, там несколько лет назад. А именно то, что сейчас вам потребуется при создании мобильного приложения. Поэтому если вы хотите обладать такими новыми скиллами, актуальными скиллами, я вам советую записаться ко мне на обучение на трехмесячную программу. Ссылка для консультации, для того, чтобы посмотреть обучающую программу, со мной проконсультироваться, и для того, чтобы записаться, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Записывайтесь на обучение и будете обладать навыками, в том числе и построение правильной архитектуры. А на сегодня у меня все, с вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах.